Когда человек сам не хочет, а другое, когда он хочет, у него есть желание к чему-то, то есть... Ну да... Всегда надо иметь желание хотя бы жить. В такой жизненной ситуации не всегда есть желание жить. Я уверен, у вас могли настигать такие мысли, я к черту и в окно там... Да там просто депрессия настигает. Но я лечусь антидепрессантами и помогает. Хотя они имеют... Они не самые, конечно, идеальные до сих весьма. Но все-таки они же помогают. Ну хоть как-то. Хотя они не идеальные весьма. Или попробуйте, если вам очень плохо, то... У меня бабушка учила рисовать просто всякую билиберду. Просто линии вот так вот рисовать. Линии вы рисуете, потом их закрашиваете как хотите. Просто... Просто какие-нибудь круглешочки, там, квадратики, треугольнички. Так сказать, вымещать злость на бумаге путем рисования. И знаете, в ней это... Большую цену. Просто возьмите из бумаги, даже можно несколько... Выпишите на нем текст все, что... Выпишите... Просто что у вас... Мысли то, что у вас все в этой жизни, все что плохое. Просто вот так выпишите. И просто... И выкиньте. Можете разорвать, вы можете сжечь. Выбросить. Выбросить все что угодно. Это в вашем, так сказать, подсознании... Уничтожить вот, то есть... Да. В вашем подсознании это может одолжиться как то, что вы уничтожили проблему. Да, несомненно, они у вас останутся, но как минимум вы будете знать, что это можно найти выход даже так. Можно попробовать так, вымещать злость. Да, я знаю про такой способ. Я рисовал такое. Ну вот. Впрочем, надо сначала искать повод для того, чтобы радоваться. Повод может быть абсолютно любое. Солнышко выглянуло там, не знаю, небо чистое или... Вы живете. Вот. Это минимально. Вы должны радоваться всему. Не искать причин для грусти и депрессования. Тогда, несомненно, ваша депрессия может даже исчезнуть. Просто искать повод для радости. Да, надо искать. Ну да, я понял, в принципе. Правильно. Говорите все. И так же продолжать заниматься рисованием. Можете рисовать мемы, создать отдельную группу, в какая там их выкладывать. Знаете, это сейчас очень много денег приносит. Или можете рисовать... Да, даже, что девушки больше счастья, удовольствие. Да, даже так, что вас смотрят. Вот сейчас довольно популярная тема. Рисовать какие-нибудь смешных животных, там, допустим, кошечек, и к ним смешные приписки. Тоже сейчас довольно популярно в том же ТикТоке. То есть, перерисовывать мемы. Да. То есть, перерисовывать. Ну, или даже не перерисовывать, просто придумать своего там. Нарисовать какого-нибудь сонного котика и такой, к чему-то все, я хочу спать. Бананчики. Комару, кошка есть такая в ТикТоке. Вот. Можно... Вот. Есть много поводов, что можно рисовать. Те же самые смешные картинки. Я слушаю EmmaCore с 2006 года. Сейчас никто его не слушает. Для меня это все... Я не знаю, я просто вот смотрю видео какое-нибудь или слушаю. Ну, заприняйся таким, какой-то есть. Да. Если у вас есть компьютер, можете попробовать поиграть в какие-нибудь легкие игры. Да я играю в танки, в стратегию. Ну, может, не такие, может, какие-нибудь симуляторы или, знаете, такой из канала куплено в Play. Да, знаю. Можете попробовать снимать из Play. Ну, можно попробовать. Есть наушники, микрофоны. Это для записи, да. Ну, и может, вот камеру. Все. Можете снимать с Play. В этом тоже хорошо зарабатывать, только надо набрать аудиторию. Но там же все пойдет. Ну, можно попробовать стримы там проводить. стримить можно на Ютубе, на Твиче. У меня получается только ВКонтакте стримить. Ну, там мало просмотров. Попробуйте стримить на Твиче. Наверняка тоже найдутся какие-либо поклонники. Моё. Комары активизировались. Вот. Скачайте какую-нибудь игру. Симулятор. Именно, знаете, популярные симуляторы из стима. Те же самые, допустим, симулятор интернет-кафе. Можете скачать, конечно, торрент. А можете купить. И попробовать ее пройти. My Summer Car. Вот. My Summer Car, да. Там, где надо машину собирать. У меня она есть. Можно попробовать по ней снять плосплей, как вы собираете, там, как вы ее тюнингуете. Вот. Там просто это снимают видео харизматичные люди, которые ставят очень красивую музыку фоном. Так, попробуйте, да. Есть в Ютубе много low-fi или high-low поэлистов. Так, тихим фоном и сами говорите. Там, на самом деле, в ТикТоке, чтобы набрать популярность, нужно орать, фриком быть. Ну, я таким и был раньше, когда девушка бросила, я пил постоянно. Я снимал там такие видео трешовые, что набирали по 10 тысяч лайков. Ну, не всегда. Можно в ТикТок просто делиться тем, что у вас есть. Просто показать людям себя с той стороны, с которой вы есть. Вот. Не то, что там некоторые делают именно сами грустные, да, снимать себе сёсерам. Нет. Снять все таким, каким он есть. Всё. Ну, я так и снимаю на новый ТикТок. У меня вот на канале похожая ситуация, то есть у меня как там, когда я снимаю в Ютубе безмозглые просто бессмысла видео, то что они набирают много просмотров, там тоже там больше десять тысяч есть просмотров. А когда я снимаю то, что мне нравится, это вообще просмотров. Ну да. Ну, всё-таки не обязательно быть фриком. Нужно снимать контент такой некий для детей, там, или что-то интересное. Либо что-то интересное, либо что-то для детей. Только так. Что-то для детей я имею в виду в плане, там, ну, может, челленджи какие-то, не челленджи. Вот. Всегда есть повод, всегда есть что снять, вот. Да, мы ещё, может, сообразим насчёт этого как-нибудь. Да, что-нибудь надо попробовать снять. Или, знаете, в Тик-Токе есть такие, немножечко тупые, конечно, видео, такие опросы, как подходят к людям и спрашивают, там, допустим, сколько материков на земле, вот. Ну, подобное. Что-то, знания проверяют. Такие тоже довольно интересные видео. Или, как вы, именно процесс рисования. Не то, что вы показываете картина, а именно процесс рисования. Даже вот как есть в планхаре Ауды же. Да, я выкладываю процесс рисования, да. Вот, в Тик-Токе, кстати, интересно. Берут видео, вот, допустим, человек рисует или что-то готовит. Сверху вставляет видео какого-нибудь известного человека. И просто, вот, на фоне вы что-то рисуете, вот так, в ускоренном режиме, да, ускоряете видео. И там, нарезаете вот так это видео, готовое, на несколько частей. Вот так выкладываете в Тик-Ток. Ну, да, я попробую. Потому что многим интересно наблюдать за тем, что человек делает, а не что видео. Потому что многие такие видео они уже видели. А так просто они смотрят, что вы делаете. Я обычно так делаю. Мне попадались видео с готовкой, где на фоне какая-нибудь полусторонняя с голосом. Все. И я обращаю внимание, там, что-то в ковер чистый, что-то готовит, рисует. Вот. В целом, нужно как-то набрать аудиторию. Вот так. Сейчас. Как сказать. Когда, ускор acted на 맡ATION. Все.